Легендарный актер Олег Янковский скончался от рака поджелудочной железы в 2009 году. Его смерть стала ударом для всех, особенно для его близких. Олег Иванович до последнего работал и строил план. В эфире телеканала «Россия-1» пельмянник-артиста Игорь Янковский вспоминает, что родные, конечно, были в курсе болезней, но практически не говорили об этом, потому что в династии Янковских не принято распространяться о своих болезнях, и о многом приходилось догадываться. Последний разговор пельмянника и дяди произошел за несколько дней до трагедии. «У меня был день рождения, он позвонил, поздравил. Я знал, что он очень болен, поэтому был счастлив, когда услышал его голос. Даже не надеялся на это. Пообещал, что скоро приеду, и мы обязательно увидимся. Он сказал, выпьем и поболтаем. Через несколько дней мне позвонил Филипп. Папа не стало. Я готов был быть», — рассказал Игорь Янковский. По словам Игоря Янковского, Олег Иванович не любил говорить о своей болезни. Он до последнего боролся за свою жизнь и верил, что страшный недуг отступит. Мы часто говорили о жизни, о планах на будущее, о том, как много еще нужно сделать. Говорили, что причиной болезни Олега Янковского стало курение. Актер дымил, как паровоз, и не мог справиться с пагубной привычкой. Когда актера не стало, его пельмянник и сын пришли к нему домой, где повсюду лежали курительные трубки. Филипп Янковский предложил Игорю Ростовлавовичу выбрать одну на память. Я тогда курил и выбрал с виду самую невзрачную. Были подороже, все в серебре. Но я выбрал его самую любимую, потому что мундштук был весь съеден Олегом. Пару раз я покурил из нее, но потом понял, что не надо. А потом и вовсе бросил курить. И правильно сделал. Яркий и талантливый актер Олег Янковский, несмотря на тяжелую болезнь, до последних дней работал и выходил на сцену. Его коллеги говорили, что рак не сломил его. Он все так же сохранял присущий ему оптимизм и задор, веселя всех вокруг. «Я ему говорил об этом. Ты что, зачем?» – он отвечал. «Ты не представляешь, какое это счастье, снова выйти на сцену». И это давало ему сил и еще много жизни, – добавил Игорь Янковский. Блестящий актерский талант и способность легко вписываться в разнообразные художественные миры позволило Олегу Янковского быть востребованным самыми разными режиссерами. Органично и искренне выглядеть в разноплановых ролях. Одним из главных фильмов фильмографии Олега Янковского считается картина Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен», где любимый россиянами актер сыграл главную роль мечтателя и Дон Кихота. Игорь Янковский уверен, что даже сейчас, после своей смерти, Олег Иванович продолжает оставаться Мюнхгаузеном. «Он делает погоду. Каждый раз, когда мы приезжаем на кладбище, выходит солнце. Даже 23 февраля, в день его рождения, пусть на час, но появляется солнце. Это волшебство. Он волшебник, так что улыбайтесь, господа». «Он правильно говорит», – рассуждает Игорь Янковский.